Всех приветствовать! Начинаем наш ежедневный прямой эфир. Сегодня мы поговорим с вами о текущей ситуации в городе. Я расскажу о некоторых новшествах, которые появились буквально у нас за эти выходные. И также мы сегодня подключим, у нас будет два аж подключения к прямому эфиру. Это руководитель волонтерского штаба Добрый Альметьевск Ильнов Асхудинов и руководитель ресурсного центра волонтеры Татнефти Дмитрия Несмина. Сегодня мы поговорим о работе волонтеров в городе и в целом о работе, которое проводится всеми добровольцами, которые сегодня неравнодушны и постоянно помогают в жизни и работе всем нашим альметьевцам. Итак, уважаемые альметьевцы, у нас сохраняется с вами режим самоизоляции, который начал действовать с 30 марта. По-прежнему все лица старше 65 лет должны оставаться дома. И покидать свои дома вы можете только при наличии угроз жизни и здоровью. При этом я хочу сказать о том, что от вас поступает много прощений. Действительно много вы пишете мне в директ. Я очень благодарен вам за все эти вопросы. Там есть и эмоциональные вопросы, и очень конкретные, и очень общего характера. Все вопросы, которые от вас поступают, я просматриваю. При этом отвечать вам всем лично, к сожалению, не получается. Поэтому сейчас работа выстроена так, что я просматриваю вопросы и отдаю их в работу службам. Службы связываются с вами и дальше уже отрабатывают все ваши вопросы конкретно, персонально. Эта работа ведется сейчас в таком формате, она будет продолжена и дальше. При этом, если мы видим, что какие-то вопросы особенно часто вас беспокоят, я их стараюсь освещать в рамках своих прямых эфиров. Итак, здесь тоже несколько слов по поводу того, как можно сегодня покидать свое жилище, на каких основаниях и кто может это делать. Я хочу напомнить о том, что самоизоляция – это мера, необходимая сегодня, к сожалению, в условиях такого активного распространения коронавирусной инфекции во всем мире. Уже признано во всем мире то, что наиболее эффективным способом борьбы является режим изоляции. К нему прибегают сегодня практически все страны мира. Этот же режим введен на территорию Российской Федерации и, в частности, у нас в Татарстане. Поэтому, уважаемые татарстанцы, уважаемые альметьцы, нужно оставаться дома. Это делается в первую очередь для нашей с вами безопасности. Если все-таки вам нужно покинуть свое жилище, вы можете сделать это по некоторым основаниям. Первое. Без оформления специальных пропусков, разрешения, вы можете сегодня выйти из дома для того, чтобы выбросить мусор, прогулять с животным на расстоянии не более 100 метров от подъезда или от входа в ваше жилье, а также для того, чтобы посетить ближайший продуктовый магазин, либо аптеку. Далее. Второй вариант покидания жилища – это наличие специального пропуска от работодателя. То есть, все работодатели сегодня могут давать своим сотрудникам специальные пропуска, которые оформляются по специальной форме, в них указывается вся ваша контактная информация. И по этому пропуску вы можете перемещаться для того, чтобы добраться от места жительства до работы и обратно. Этот пропуск не дает возможности перемещаться куда угодно. И, соответственно, это не пропуск для того, чтобы ходить по всем своим нуждам. Значит, третий вариант, который доступен сегодня – это способ получения разрешения через СМС. Вот по поводу СМС-ок у нас есть некоторые новшества и изменения. Вы знаете о том, что действовало ранее 9 оснований для того, чтобы покидать свое жилище. Сейчас появилось еще 10 основания. Всего, то есть их сейчас 10. Но буквально на днях изменился период действия этих СМС-пропусков. Точнее, даже не период действия, а то, сколько раз, как часто их можно направлять. К сожалению, условия были изменены именно по причине того, что многие татарстанцы начали злоупотреблять вот этим режимом СМС. То есть люди начали посылать каждый день СМС-ки, связанные с посещением похорон, с посещением других каких-то формов выезда и так далее. Ну, то есть, по сути, люди начали просто этим пользоваться как лазейкой для решения своих каких-то вопросов. Значит, я сейчас расскажу о 10 пунктах, в том числе о 10 новом, и о том, как часто их можно направлять. Значит, посещение суда – это первый пункт. Также период действия составляет 1 час, и теперь можно направить это СМС не чаще, чем 1 раз в месяц. Второе – доставка несовершеннолетних в или из образовательных организаций. Период действия 1 час направить можно 2 раза в день. Третье – посещение медицинских или ветеринарных организаций. Также действие период 1 час, и также направить можно 2 раза в день. Третье – участие в похоронах. Действие 1 час, теперь не чаще, чем 1 раз в неделю. Получение восстановления паспорта – 1 час раз в месяц. Шестой пункт – выезд на дачу в загородный дом. Период действия 2 часа. Теперь это можно сделать не более 2 раз в неделю. То есть, можно раз в неделю, по сути, доехать до дачи и вернуться с нее обратно. Вот этот пункт, вообще, я хочу сказать, особенно был популярен, и много поступило вопросов от зрителей телекомпании «Альметьевск ТВ». Вот именно как раз зрители «Альметьевск ТВ» много спрашивали по поводу того, как все-таки проехать на дачу. Еще раз хочу сказать, на дачу ехать можно. Для этого нужно оформиться пропуск по СМС. Это пункт номер 6 – въезд-выезд на дачу в загородный дом. Действует оно в течение 2 часов. Седьмой пункт – посещение кредитных организаций в почтовых отделениях. Период действия час, не более 2 в день. Восьмой пункт – доставка лекарств и продуктов и помощь нетрудоспособным родственникам. Один час до 2 раз в день. Девятый пункт – изменение места жительства, места пребывания. Люди постоянно обращаются, спрашивают, вот мне надо переехать в Казань, в Башкирию или еще как-то. Для этого есть такой формат, пункт номер 9 – период действия 6 часов. Соответственно, вы можете отправить его не чаще, чем раз в 3 дня. И новый, десятый пункт – это посещение МФЦ и пенсионного фонда не чаще одного раза в неделю. По поводу МФЦ и пенсионного фонда. Я хочу вас проинформировать. Многие уже знают о том, что у нас действительно на территории Альметьевска и всего Татарстана начали работать МФЦ. Они работают в усеченном режиме. Я сегодня посещал МФЦ, посмотрел на месте, как организована работа, как в первую очередь организована санитарная защита, все ли сотрудники осуществлены средствами защиты и так далее. Значит, МФЦ работает в усеченном режиме. Попасть туда можно только по предварительной записи. Для того, чтобы предварительно записаться, нужно сделать это либо на портале госуслуг, либо по телефону 8-843-222-0620. Но самый удобный способ, как пользователи говорят, это все-таки портал госуслуг. После этого вы получаете конкретное время и можете прийти к этому времени в МФЦ. Если данные совпадают, то вас на территорию МФЦ пускают. МФЦ сегодня работает только по тем услугам, которые невозможно получить в электронном виде. Это делается для ограничения количества посещающих. И, соответственно, в МФЦ сегодня должно находиться не более 10 посетителей. Мы сегодня посмотрели вместе с управлением Роспотребнадзора. В нашем МФЦ сделать это можно, обеспечить санитарный режим. Были внесены некоторые корректировки в его работу, но в целом МФЦ сегодня уже начал работать и он принял уже более 100 человек сегодня. Соответственно, работа началась в полном объеме. Появилась еще одна новая функция. Это пропуска для самозанятых. Для того, чтобы получить этот пропуск, самозанятый должен зарегистрироваться на портале covid19.tatarstan.ru Необходимо там ввести информацию, в частности, свой ИНН. Если вы имеете действующий статус самозанятого и хоть раз в 2019 или 2020 году платили налог на профессиональный доход, то для вас откроются новые сервисы. Если же вы этого не делали, то, к сожалению, новые сервисы для вас пока будут недоступны. Что будет доступно? Можете заявить о курьерской доставке. То есть, если вам нужно доставить вашу продукцию или вы работаете курьером. Пожалуйста, смс, вернее не смс, а пропуск будет действовать в день обращения до 8 вечера. То есть, если вы обратились в 8 утра, то, соответственно, до 8 вечера. Если обратились в час дня, то также с часу дня, то до 8 вечера. Второе – это проезд к производственному помещению, если вам необходимо добраться до места вашего производства. Закупка материалов сырья – это если вам необходимо что-то где-то купить специально для цели именно вашего производства. И оказание услуг такси. Это касается тех, кто сегодня арендует машины, имеющие рецензию, ну и, соответственно, сами оформлены как самозанятые. Уважаемые альметьевцы, это очень хорошая новость. От самозанятых поступало много запросов и информации. И сегодня все это стало доступно. Я хочу также кратко ознакомить вас с ситуацией у нас в районе по распространению коронавирусной инфекции. Значит, в настоящее время по-прежнему у нас 1489 человек. Общим нарастающим итогом – это те лица, которые прибыли из-за рубежа. В настоящее время на режиме самоизоляции из них находится всего 92 человека. И цифра постоянно уменьшается, потому что новых потоков нет, и люди проходят свой двухнедельный карантин. При этом на районе сейчас находится 24 лица, имевших контакт с лицами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Они находятся на строгом карантине у себя дома. В госпитале сегодня у нас находятся 4 пациента. Один из них с наличием подтвержденного анализа COVID-19, трое с предварительными анализами COVID-19. Еще двое пациентов у нас в настоящее время находятся на домашнем карантине. У них нет клинических показаний, то есть они не болеют, однако у одного есть подтвержденный анализ COVID, у одного пока предварительный анализ COVID. И буквально сегодня пришла информация, что еще один человек у нас получил предварительный положительный анализ COVID. Итого у нас получается всего 7 сегодня лиц, у которых мы диагностируем коронавирусную инфекцию. Из них двое имеют подтверждение из центра вектор, а пятеро имеют предварительный диагноз. К сожалению, статистика такова, что у нас почти каждый день мы сейчас регистрируем новые случаи. И это, конечно, ситуация нас совершенно не радует. Однако по каждому ведется отдельная отработка. И, уважаемые альмитцы, очень важно, чтобы все мы сегодня соблюдали максимальный режим изоляции. Как можно меньше друг с другом контактировали. Поверьте, разбирая каждый случай конкретно, мы понимаем, что, по большому счету, вот эта ситуация с возможным распространением, она, можно сказать, неизбежна для большинства людей, которые сегодня не соблюдают элементарные правила изоляции и продолжают контактировать. Сказать, кто является сегодня переносчиком, очень трудно. И, по сути, диагностирование происходит тоже через очень иногда длительное время. По стране вы знаете цифры. Сегодня официальные данные – это плюс 2558 человек. Если вчера это было 2186, вам видно, какой рост. Рост, к сожалению, пока налицо. В Республике Татарстан у нас плюс 11 за прошедшие сутки, но, конечно, большая часть плюсов – это Москва и Московская область. Поэтому, уважаемые альмитцы, если вы за последнее время вернулись из Москвы и из области, я вас очень прошу, максимально соблюдайте режим самоизоляции. Не выходите из дома. Это критически важно для безопасности и здоровья всех вас окружающих. Уважаемые альмитцы, работа по дезинфекции у нас продолжается в штатном режиме. Бригады работают, сегодня они скомплектованы. Производится санитарная обработка практически всех подъездов. То есть мы обрабатываем ежедневно входные группы. За прошлые сутки было обработано 3288 из 3305. Периодически проводится уборка влажной всего подъезда. Но каждый день нужно обрабатывать управляющим компанией входные группы и лифты непосредственно. За прошлые сутки обработано 701 лифт из 701, имеющихся на квартирных домах. Если у вас уборка входной группы и лифта управляющими компаниями не проводится, пожалуйста, оперативно обращайтесь к нам по телефону 300, либо в департамент ЖКХ, используя в том числе Instagram. Мы максимально оперативно постараемся решать эти вопросы. Уважаемые альметьевцы, я напоминаю, что у нас сегодня работает телефон горячей линии 26.0.1.0.1. Штаб Доброго Альметьевска. Это очень востребованный сегодня ресурс. У нас там волонтеры принимают звонки в постоянном режиме, работают с 8 утра и практически до 8 вечера. И действительно очень много вопросов они регулируют. Если вам остается по-прежнему что-то непонятно, как проехать, как доехать, как уехать из одного места в другое, то, пожалуйста, сейчас секундочку, у меня звонок по видеосвязи правительственной. Я только... Ретро-Родин, здравствуйте. Прямой эфир с гражданами веду. Можно я перезвоню через 20 минут? Спасибо. Ну, иногда так бывает. У нас правительственная связь настроена так, что мы даже не нажимаем ответить, просто звонок приходит и все. Так, коллеги, переходим к нашим сегодняшним гостям и обсуждению разных тем. Я хотел бы сегодня поговорить более подробно о том, как работает у нас сегодня волонтерская служба. Вообще, надо сказать, что волонтерством охвачен сегодня практически весь город. Мы видим очень большую активность. Сегодня очень многие люди действительно очень активно включились в эту работу. И первым я хотел бы пригласить к участию в эфире Ильнура Фасхудденова, руководитель волонтерского штаба Добрый Альметьевск. Ильнур, пожалуйста, я жду вашу заявку на включение для того, чтобы мы вместе с вами поговорили и рассказали о том все-таки, как сегодня идет работа, что это такое, кто там принимает участие и какая есть активность. Так, Ильнур, заявку я вижу. Я уже научился оперативно это подключать, если вы видите, уважаемые альметьицы. И Ильнур у нас почти на связи. Ильнур. Я на связи? Да, я вас слышу, но пока почему-то не вижу. Мне пишут, что идет подключение. Хорошо, Ильнур. А, все, вижу вас. Красивая баня, только мы видим наоборот. Надпись надо читать сейчас справа налево. Добрый Альметьевск. Ильнур, пожалуйста, расскажите, сколько сегодня волонтеров в штабе и сколько человек вообще пришло со стороны, сколько людей. Вообще, как вот идет наполнение штаба и откуда эти люди? Добрый день, Датя Мурмич, уважаемые жители города. Немного можно с предыстории начну. В 2018 году год добровольцев у нас образовался, как раз в честь президента Республики Штаба Горяча Минихана, образовался штаб Добрый Альметьевск. Мы его запустили. На сегодняшний день в штабе более 8 тысяч человек. Это школьники, студенты, работающие молодежь. 65 подотрядов. Но в связи вот со сложившей ситуацией, да, у нас сейчас образовался уже новый штаб, да, наш штаб Доброго Альметьевска, где волонтеров насчитывается более 600 волонтеров. Из них, я могу сказать, что 47 людей – это самовыдвиженцы, которые пришли к нам со стороны, которые изъявили желание нам помогать. То есть это жители нашего города, Тимур Дмитриевич. Понятно, Эльнор. Хорошо, а скажите, пожалуйста, заявок много поступает вообще? И какие обычно это заявки? На сегодняшний день мы уже обработали заявок на доставку продуктов и лекарственных средств. Это более 90. Почему не так много, Тимур Дмитриевич? Потому что у нас в волонтерском штабе есть более 40 предприятий вовлечены. И из них это порядка 400 волонтеров у них на предприятиях есть, которые осуществляют вот эту доставку, то есть уход за своими пенсионерами произвольно. Вот на примере предприятия, управляющих компаний «Система-сервис», у них 27 волонтеров, и уже с первых дней они на сегодняшний день осуществили 50 заявок самостоятельно именно в Альмитском районе. Эльнор, да, вот это важная тема, на самом деле. Я хотел расспросить у вас. Ну, то есть вот штаб Доброго Альмитска, это понятно, это координация вообще всех волонтеров, которые сегодня есть в городе. Насколько я знаю, ну, точнее, я точно знаю, но я хочу, чтобы вы рассказали о том, все-таки, как организована работа, вот какие есть бригады и чем конкретно они занимаются. Потому что сегодня волонтеры занимаются очень большим количеством работы. Это и доставка продуктов, это и санитарная обработка города, это и пошив различных костюмов, масок и так далее, и так далее. Это работа колл-центра, это работа самого штаба. На самом деле, сегодня работа ведется большая в разных направлениях. Расскажите поподробнее, пожалуйста, об этом. Да, совершенно верно. Тимур Дмитриевич, у нас насчитывается много направлений. Одно из направлений – это пошив и раскрой пошив костюмов и масок. На сегодняшний день у нас там занято 174 волонтера. Это наши учителя, педагоги, работники молодежной культуры, тренеры. На сегодняшний день пошито порядка 37 тысяч масок. Раскроено 700 костюмов и сшито уже на данный момент, на сегодняшний день 554 костюма защитных костюмов. Они в первую очередь, маски и костюмы у нас предназначены для медиков. Они идут именно к ним. Дальше у нас есть горячая линия, про которую вы говорили, да, Тимур Дмитриевич. Там у нас задействовано 36 волонтеров. Они дистанционно принимают звонки. У нас на сегодняшний день принято, как мы начали работать, с 1 апреля 2674 звонка. Наиболее частые вопросы – это вопросы на сегодняшний день. Это вопросы по передвижению, то есть оформление разрешения по передвижению, по СМС-пропускам. Также у нас есть волонтеры, которые работают в направлении по дезинфекции города, по дезинфекции улиц, подъездов, остановочных остановок. И это у нас очень активно в это волонтерство вливается азербайджанская диаспора. Там порядка 12 человек работают в этом направлении. Также, как я уже сказал, основной пол волонтеров у нас на доставке – это 390, ну, порядка 400 волонтеров предприятий, а также 47 волонтеров самозаявившихся, так скажем, ребят, которые у нас осуществляют доставку. Ну да, я видел, есть у нас и семейная пара даже, которой доставкой занимаются. Вот вопрос тут многие пишут. Они говорят, сколько платят волонтерам, Эльнор? Это совершенно бесплатно. Я бы хотел сказать, что волонтеры – это те люди, которые, ну, первично, как наши медики, сталкиваются с проблемами, обращениями, болями от людей. Каждый случай требует индивидуального внимания и особой заботы, так скажем. Это невозможно назвать работой. Это призыв, который идет глубоко изнутри. И этот призыв объединяет нас всех вот именно в этом штабе. То есть мы все работаем добровольно. Эльнор, огромное спасибо хочу сказать всем волонтерам. И я сейчас, мы с вами связь прервем, и я попрошу Дмитрия Несмина ко мне тоже присоединиться. Руководитель ресурсного центра «Волонтеры Татнефти». Это самое крупное волонтерское объединение, тоже, которое работает у нас на территории города и всего Юго-Востока. Эльнор, спасибо большое. И всем, кто сегодня меня слушает, видит, волонтерам, вы действительно делаете огромное большое дело. Это очень здорово. Сегодня это именно то, что нужно. Нам для помощи и поддержки. Медики получают от вас костюмы для защиты. Очень, очень большая поддержка. Благодаря компании «Татнефть» у нас есть возможность отшивать костюмы из материалов. Добровольцы участвуют в обработке улиц. Многие работают в колл-центре, занимаются доставкой. На самом деле, сегодня, я хочу сказать, у нас очень много людей вовлечено. И Рустам Руководитель недавно только посещал Альметьевск, вы знаете. Мы с ним отдельно обсуждали, он сегодня звонил. Я сказал о том, что волонтеры организуют вот эту работу. Он говорит, да, я был на месте, это его оценка. Волонтеры действительно в Альметьевске молодцы, они работают очень эффективно. Уважаемые Альметьевцы, у нас присоединился Дмитрий Несмин, руководитель ресурсного центра «Волонтеры Татнефти». Дмитрий, добрый день, я вас приветствую. Вы очень бодро, как всегда, выглядите. Красный цвет вам явно к лицу призывает к активным действиям. Дмитрий, во-первых, спасибо большое, что вот ваш штаб первыми начали помогать в городе и республике пожилым людям. И хотел бы спросить, вот сколько городов помимо Альметьевска ваш штаб охватывает? Да, добрый день, Тимур Дмитриевич, добрый день, уважаемые жители нашего любимого Альметьевска. Да, вы правильно отметили, что мы действительно одними из первых начали осуществлять вот эту вот добровольческую помощь, да, помощь пожилым в период вот этой вот изоляции. На сегодняшний момент мы работаем в 11 городах, это весь Юго-Восток республики Тарстан и еще один субъект Российской Федерации, это город Тольятти. У нас недавно во времени у компании там появился актив, компания Тольятти-Каучук. Вот ребята тоже активно подключились и осуществляют уже помощь в городе Тольятти. А так в 10 городах весь Юго-Восток охватываем, в том числе Нижний Камс, Казань. Здорово, Дим, скажите, так, Дим, у вас связь прерывается, похоже, немножко. Я вас прекрасно слышу. А, все, все супер. Дмитрий, а компания Татнефть, как вам помогает конкретно и в чем заключается конкретно ее помощь волонтерскому штабу? Когда мы вообще объявили о такой инициативе, то есть первыми начать оказывать эту помощь, то есть компания Татнефтью в лице нашего генерального директора Маганна Альфадыча очень активно откликнулась на все наши запросы. Все наши волонтеры обеспечены средствами защиты, это маски, перчатки. С недавнего времени, буквально на прошлой неделе, решился вопрос о компенсации волонтерам топлива. Потому что ряд людей осуществляет доставки на своем личном транспорте. Мы вышли с предложением на генерального директора, генеральный директор поддержал. И вот сегодня мы уже компенсируем топливо волонтерам, которые осуществляют доставку на личном транспорте. Здорово. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот недавно была новость о том, что менеджмент компании решил отдать однодневную зарплату в благотворительный фонд, и на эти средства будет оказываться помощь незащищенным слоям. Вот поподробнее про это можете что-то рассказать? Уже есть понимание, как это будет происходить? Да, совершенно верно. Вот буквально эта новость на прошлой неделе вышла. С чего это вообще началось? На прошлой неделе встречался генеральный директор с волонтерами, когда выезжал по району, в том числе в Лениногорске, произошла встреча, общались с волонтерами и обозначили такую проблему, что на сегодняшний день у многодетных семей существует проблема обустройства рабочих мест. То есть не у всех есть возможность три параллельных рабочих места обустроить. Но это связано с дистанционным обучением, да, есть эта проблема. С дистанционным обучением, совершенно верно, да. И поэтому топ-менеджмент поддержал такую идею, да, отдать однодневную зарплату в благотворительный фонд. И сейчас у нас, в том числе, мы дали клич по компании, да, если есть техника, которая, условно, лежит без дела, ее можно отдать и передать тем, кто нуждается. Буквально вот уже на прошлой неделе ряд семей начали получать помощь. Сегодня в Бугольме люди получили планшеты. Я даже сам лично отдал свой планшет, который у меня лежит без дела, телефон. То есть вот это действительно вот помощь сделать процесс обучения доступным для каждого. Дим, вы сами лично как работаете в качестве волонтера? Ну, на самом деле, я руковожу. Я руковожу, то есть, по крайней мере, у меня не только Альметьевск, да, но и, соответственно, я курирую все остальные города, да. Ну и в том числе я даже сам доставлял продукты. Ну да, то есть, на самом деле, вопрос такой, удалось ли самому побывать, вот, что называется, в шкуре волонтера, вот попробовать это вживую. На самом деле, это очень здорово, потому что сегодня каждый, каждый, еще раз повторяю, может внести свой небольшой хотя бы вклад в это очень важное дело. Дим, буквально два слова. Со стороны можно стать волонтером Татнефти? И много ли таких заявок? Да, конечно, конечно. У нас на сайте компании объявлен набор, да, то есть, на сайте компании в разделе «Социальная политика» любой может оставить свою заявочку, мы свяжемся с человеком, да, объясним, какой функционал, да, расскажем, как правильно осуществлять помощь, и, соответственно, любой желающий от 18+, может стать волонтером. Потому что, действительно, у нас очень много разных людей приходит. Даже вот на прошлой неделе к нам приходил директор хоккейного клуба «Нефтяник», он даже помогал нам доставлять продукты. То есть, вот сейчас в данной ситуации, да, очень много людей хотят помочь. Это и вчерашние бизнесмены. Вот нам на прошлой неделе даже ИП, сейчас я скажу, Газизов, Хамид Минсагитович, 150 бурсаков предоставил, да, чтобы мы развезли три поживых. И вот в течение прошлой недели, даже сегодня, мы доставляем вот такие вот сладкие презенты. Здорово. Уважаемые альмитцы, вопросы все связаны с волонтерским движением, вообще все вопросы справочного характера можете задать по телефону горячей линии 26-0101. В том числе, если вы захотите стать волонтером Татнефти, вам до сих пор непонятно, как стать именно волонтером Татнефти, мы тоже вас проконсультируем и обязательно направим к Диме в штаб для того, чтобы вы дальше уже вместе начали работать. Дима, огромное вам спасибо за эфир. 50-50. Да, спасибо. Дима, спасибо вам огромное за эфир. Всем ребятам от меня лично огромный привет. Спасибо им большое, всему штабу, за вот эту супер важную сегодня работу. Дорогие альмитцы, на этом мы эфир завершаем, и завтра мы поговорим на другие актуальные проблемы. Спасибо, берегите себя и, пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции. До свидания. Всего доброго, до свидания.